Доброе утро! Сегодня из Сан Сафарана с виноградников Лаво на Женевском озере. Мы Лёшу уже оставили в Лазанье, он сегодня бежит в полумарафон. Лёша думал, 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 думал и купил себе вот эти кроссовки. Это Nike Alpha Flight 3. Кроссовки, в которых были поставлены последние три рекорда мира по марафону. Так что сегодня будет четвёртый рекорд мира по марафону. А мы прогуляемся, мне кажется, по одному из самых красивых мест в Швейцарии и точно по самому красивому месту на Женевском озере именно в осенний сезон. Идёмте! Сан Сафаран и виноградники Лаво. Лаво – это регион-контон-Аво на северном швейцарском побережье Женевского озера, на востоке от города Лозанна. Это 830 гектаров террас виноградников, которые растянулись на 30 километров самых солнечных склонов над озером. Есть свидетельства того, что вино здесь выращивали ещё в римские времена. Однако достоверно известно, что с 11 века нашей эры виноградники здесь растут беспрерывно. Это официально самые древние, до сих пор используемые по назначению виноградники. Основной сорт винограда в этом регионе – шосла. Мелкий, белый, очень ароматный виноград с косточками. Однако выращивают здесь и другие сорта, в том числе красные сорта винограда. В 2007 году виноградники Лаво стали наследием ЮНЕСКО и с тех пор строго охраняются. В 2016 году в Лаво строго-настрого запрещено использовать синтетические пестициды. Но самое главное – Лаво – это рай для неспешного, пешего туриста. Тут проходит хайкинговый путь террасы Лаво из Сансафоран до Лютри. К Сансафоран утром удобно приехать на электричке из Лозанны. Из этой очаровательной деревушки виноделов направляемся в сторону 03. Хорошо то, что по пути есть много станций, поезд и даже корабля. Поэтому завершить хайк можно и раньше. Воскресенье 8.30. Ой, нет, 9.30 уже. Очень удобно, что никого нету. Вон только изредка местные жители бегают здесь. На утреннюю пробежку выходят. Вот. Мне кажется, что чуть позже людей, туристов будет значительно больше. Сейчас очень приятно. А еще обратите внимание, насколько хорошая, приятная дорожка. Практически она везде здесь на маршруте заансфальтированная. Поэтому проблем не должно быть. Боже мой, какая красотища. Журчат здесь ручейки. Красиво. На самом деле здесь по виноградникам можно бродить и так самостоятельно, но есть вот эти вот значочки маршрутов для того, чтобы идти самым красивым и самым удобным маршрутом в сторону Апес-Лютри-Кули. Смотрите, какая штука. Здесь целый аттракцион, чтобы ездить по вот этим плантациям вниз. Аж вот туда. Слушай, длинная эта штука. Короче, садишься в такую вагонетку и здесь у тебя ставятся ящики с виноградом, куда собираешь виноград. Ничего себе. Вот туда же вниз уходят и по всей плантации они ездят на таком местном фуникулёре. Здесь буквально каждые полчаса 40 минут заходишь в деревушки более древние, более современные. Это пресс, да? Да, пресс. Пресс. И здесь видно дезеле. Здесь делается дезеле. Вино местное. Одно из самых популярных сортов в Швейцарии. Белое вино. Довольно приятное, мягкое такое на вкус. Вот здесь обычно можно продегустировать все местные вина, но сейчас ровно 10 утра бонжоу и вот там как раз открывают. Так, ну что, раз мы уже приехали прямо к открытию будки с вином, то мы её продегустируем. Я, Я, кстати, не пила спиртное уже, мне кажется, месяцев 6-7 точно. В общем, спиртное пить плохо. Понятно? Можно только в виноградниках лаво. Вдоль всей ривьеры Женевского озера курсируют также кораблики, большинство из которых начало 20 века эпохи Белепок. И вон там сейчас вдалеке виден такой маленький-маленький кораблик. К сожалению, осенью у них расписание значительно более редкое. Я посмотрела, что, по-моему, только один кораблик. Здесь проплывает по региону лаво и останавливается на каждой остановке. Поэтому даже в Сан-Сафаран, в принципе, можно приплыть на кораблики. Летом у них значительно больше здесь рейсов. Мне кажется, что удобно сюда приехать на поезде, а обратно уже четко рассчитать и проехать именно на корабле. Либо в ВВ, либо в Лозанну. А вот еще один виноградный фуникулер. Здесь хорошо видно, насколько резко вверх он поднимается. И кроме этих вот штук, в принципе, все остальное, я так понимаю, что здесь делается вручную. И вон бренд, название Дезали. Местная марка вина, которую нам уже сегодня удалось продегустировать. Ну что, мне кажется, что сегодня даже выходит солнышко. Небо становится все более и более голубое. Где наше солнышко? Вон там уже видно за тучками. Здесь явно сегодня будет больше продаж вина. Вот такие вот крестики на нашем пути. Вот это номер 14. И напротив крестиков ставят продажи вин будут. Домен Стефан Порше. Видите? Я так понимаю, что каждый себе бронирует вот такое вот место. И будет к обеду уже продавать вину. Да, явно они уже здесь все раскладываются. Вот следующий киоск. Уже кто-то полностью разложился. Но продажи, по-моему, с обеда только начинаются. А винцо уже здесь или нет? Не, еще нет винца. Винцо вон там в машинках подвозят. Вот так за туманом уже стали выглядывать горы. На той стороне Лак-Лиман. А с той стороны гор еще не видно. Там еще туман достаточно густой. Кстати, здесь хорошая тоже вот такая вот тропинка для... В том числе и велосипедов. Ну вот и тот вид, которого мы ждали уже, наверное, час. Наконец-то вышло солнышко. И мы идем по виноградникам Лаво, которые сейчас подсвечиваются ярким осенним октябрьским солнышком. Стоят киоски. И мы дегустируем местные вина. Какая же здесь красота. Все-таки мои слова были оправданы, что виноградники Лаво это такой вот яркой, желтой, красивой осенью. Наверное, самый приятный маршрут для прогулок в Швейцарии. Пишите в комментариях, какие у вас любимые прогулки. И где еще есть, вот может быть, тоже такие же красивые виноградники в Швейцарии. Может быть, немножко менее популярные, но не менее красивые. Вот так вот мы, наверное, уже пришли в деревушку ЭПС, потому что сегодня здесь полумарафон лозанский. И здесь петля как раз полумарафона заканчивается в ЭПС. Вон там. Алеша уже написал, что он прибежал жутко довольный, потому что поставил личный рекорд. Поэтому сейчас идем с ним общаться по поводу личного рекорда полумарафона. Ну, вот здесь видно, здесь марафонисты еще бегут. Как раз здесь петля заканчивается. А здесь в том числе есть и станция поезда. Идемте смотреть, поскольку мы можем сесть на поезд. Мы вернулись в Лозанну. И теперь на моем любимом лозаннском метро спускаемся к набережной, к Олимпийскому музею. Ну, где как ни в Олимпийском музее закончить сегодня Лешей удачный полумарафон. Мне очень нравится в Лозанне метро. Конечно, было бы очень классно, если бы в Цюрихе было подобное метро. Потому что трамвайчики, это, конечно, хорошо. Но метро значительно удобнее. Подъехали мы уже в Лозанн-Оши, Олимпийск. Здесь гульба, здесь народ. После марафона. И вон там Алексей ждет нас на мостике. Будем брать интервью. Ну что, рекордсмен, рассказывай впечатления. Ну, очень хорошо. Очень, очень хорошо. Мне кажется, я бы еще мог бы бежать бы. Вот. И кроссовки очень быстрые. Я бы, наверное, на пару минут был бы медленнее без них. Да, понравилось? Да, классно было. Ну вот. Вот они, кроссовки в деле. Что, можно теперь рекламировать, да? Можно это делать Аферитлинг у Найка и рекламировать кроссовки Найк. Доволен, Леша, да? Не убитый, правда? Нет, совершенно нет. Ну что, расскажешь на камеру свое время или нет? Ну, час 35 минут. Час 35 минут. Круто. И футболку красивую дали. Все, идемте праздновать. Вот Леша нам демонстрирует, как эти кроссовки бегут. Они издают такой интересный хлопок, когда бегут. Непривычно. Ну да. Чувствуется, что там пружины какие-то, да? Немножко поменялись, и мы решили прокатиться все же на кораблике. Такая хорошая погода сейчас. И как раз сейчас проплываем все те самые виноградники Лавон со стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Напоследок мы еще решили заплыть в городок Вильнюф, который находится в торце Женевского озера, прямо на противоположной стороне от Женевы. Я уже здесь была, здесь такая очень есть красивая, милая улочка, старая-старая. Прогуляемся по ней и поедем уже домой.